лечение новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и, собственно, чем он будет заниматься, основные его функции, кто там будет работать. Об этом все нам сегодня расскажет ректор Луганского государственного медицинского университета имени святителя Луки Торба Александр Владимирович. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Прежде всего, эта идея родилась во время совещания Совета ректоров медицинских учебных заведений и фармацевтических Российской Федерации и было озвучено ведущими ректорами России и, естественно, во всех вузах медицинских России были созданы республиканские дистанционные консультативные центры. И, естественно, после данного совещания я доложил министру здравоохранения Пащенко Наталье Александровне и было принято решение также поддержать эту инициативу. И 24.04.2014 был издан приказ министрам здравоохранения за номером 312 об организации работы Луганского республиканского дистанционного консультативного центра по вопросам диагностики лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Прежде всего, какова цель? Это оперативное получение консультации учреждениями здравоохранения по вопросам диагностики лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в круглосуточном режиме. И одной из функций этого центра является оказание дистанционных консультаций по оптимизации диагностики лечения пациентов. Не секрет, что регулярно идут обновления и диагностики данной патологии, и появляются новые подходы в лечении этой нозологической единицы. И не секрет, что уже с начала возникновения данной инфекции претерпело издание уже шесть изданий. Именно руководство по лечению данной патологии. И техническое сопровождение дистанционных консультаций осуществляет центр. И организация получения информации о пациенте и передача специалистам. Также отправка протокола заключения с рекомендациями специалистов. И, естественно, мониторинг состояния пациентов, консультированных в центре. Это все осуществляется дистанционно. Центр включает три подразделения. Это дистанционный консультативный центр врачей-специалистов для взрослых, для детей и врачей-специалистов для беременных. Потому что это достаточно актуальный и серьезный вопрос при лечении этой патологии. В состав центра, прежде всего, входят ведущие наши внештатные специалисты Министерства здравоохранения, наши ученые, заведующие кафедрами и практикующие преподаватели университета. Консультации в центре осуществляются оперативно, согласно поданной учреждениями здравоохранения заявке на консультации. Наши студенты-волонтеры круглосуточно дежурят в колл-центре и, естественно, передают эту информацию непосредственно координаторам. Одним из координаторов данного центра является наш проректор по клинической работе, доктор медицинских наук, доцент Комарова Елена Борисовна, которая активно осуществляет координацию деятельности между специалистами. Не секрет, что и уже неоднократно заявлялось, что страшна при COVID-19 именно так называемая коморбидная патология, то есть те патологические состояния, которые отягчают течение данной инфекции и приводят к летальным исходам. Это и сопутствующие тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, и эндокринная патология, неврологическая патология, то есть это все вместе дает негативное течение данной инфекции. Для того, чтобы адекватно лечить, необходима именно многопрофильность лечения данной патологии, что и осуществляет данный центр. Потому что те врачи, которые находятся непосредственно на передовой и в дальних районах, особенно в городах, которые находятся на особом санитарно-эпидемиологическом режиме, и не всегда возможно приехать, осуществить консультацию, но ее можно осуществлять дистанционно. Тем более опыт у врачей есть дистанционных консультаций, и наших ученых создаются методические пособия, контролируется ведение и мониторинг пациентов. Естественно, это и большое подспорье для внештатных специалистов, которые полностью погружены в лечебную работу. И, естественно, различные методические вопросы, вопросы координации, коммутации достаточно для них сложны. И поэтому центр осуществляет эту помощь. Естественно, регулярно идет отчет Министерству здравоохранения и на стол министру. Ложится информация о той работе, которую проводит этот центр. Есть, безусловно, и проблемы. Это и периодически возникающая неустойчивая интернет-связь, и вопросы не всегда до понимания нашими коллегами. А именно, не просто телефонный звонок, а определенные заявки. Потому что лишь по заявке можно четко отвечать на поставленные вопросы. Но с 24.04 и по сегодняшний день уже прошла практически неделя, и эти моменты нивелированы. И, естественно, достаточно центр активно сейчас работает. И, естественно, мы благодарны нашим российским коллегам, которые подсказали эту идею. И я думаю, это будет отразиться положительно и в профилактике, и непосредственно в борьбе с этой очень серьезной инфекционной патологией. – За неделю работы, по сути, центра, скольким людям оказали помощь уже такую консультативную, в основном, по горячей линии, я так понимаю, в большей степени есть какая-то статистика? – Конечно. И прежде всего я хочу сказать, что оказана помощь 8 пациентам. И, естественно, здесь вопросы возникают, прежде всего, не отображаются. Только вот 8 пациентов – это те, которые прошли по заявкам. Мы не учитываем и просто звонки, да, те, которые осуществляют еще люди. Не допонимали о том, что нужно вести именно заявочную работу, потому что это документ, своеобразный отчет и, естественно, необходимость мониторинга. Потому что мониторинг можно вести лишь в том случае, когда четко есть документальная база. И мы видим динамику течения патологического процесса. И внештатные специалисты, и наши ученые видят, с какой частотой возникают те или иные симптомы, эффективное или нет примененное лечение. Поэтому, естественно, на сегодняшний день это 11 человек, четко проведенных по заявкам. Естественно, звонков было больше, их было порядка 20. Но именно конкретная работа и выполнение в рамках центра было проведено 11 пациентам. Поэтому, дай Бог, для нас здесь, наоборот, дай Бог, чтобы таких пациентов становилось меньше. Это было бы для нас положительной вехой. Но, тем не менее, это... Ну, просто, наверное, сейчас в условиях самоизоляции, которая объявлена главой на ближайшие 12 дней, этот центр вообще, наверное, еще большую актуальность приобретет, потому что люди в большей степени будут находиться дома, наверное, да? Ну, это центр, да. Ты как раз, ты там, ну, ощутил какое-то недомогание, да, возможно, какие-то еще симптомы, да? То есть, ты можешь позвонить, и тебя, вот, как бы, ну, может проконсультировать в первичную какую-то, ну, может, не медицинскую помощь, но консультативную окажут, наверное, точно и по телефону. Потому что, наверное, есть таких много людей, которым достаточно будет, вот, вот, там, все, у меня температура 37, все, у меня COVID, ай-ай-ай, забирайте меня. Я хотел бы поправить вас, я хотел бы поправить вас, это консультативный центр для специалистов, а не для населения. Вот в чем особенность, понимаете? Если вопрос и поставит Министерство здравоохранения в отношении консультации наших пациентов, да, потому что, например, смысл, это именно центр называется дистанционный консультативный центр по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Это не все-таки больше, это четко, это для, центр создан для врачей-специалистов, ответы на вопросы уже именно непосредственно по инфекции COVID-19, а не то, что звонят пациенты, у нас температура, кашель, что нам делать, как быть, нет. Это не этот колл-центр, это колл-центр, который для пациента, он существует в центре медицины катастроф. И вы знаете, он работает и всегда работал, и в периоды эпидемии грипп, и просто в постоянном режиме оказания медицинской помощи. Вот там занимаются именно звонками пациентов. Здесь центр круглосуточно работает на врачей-специалистов, у которых возникают вопросы, и они не могут на местах решить. Ухудшается состояние пациента, что необходимо делать, возможно, необходимо переводить его в отделение интенсивной терапии или нет, необходима кислородная поддержка или нет. Если врачи на местах решают вопросы, необходимости в консультации нет, естественно, заявка, звонки не поступают. Но все же, и мы знаем, у врачей принято консультироваться, особенно если пациент тяжелый, пациенту грозит ухудшение состояния или летальный исход. Безусловно, консультация, есть выражение, одна голова хорошо, а две лучше. Естественно, мы не можем не вспомнить и слова «но-ноцере», «не навреди» эту старинную латинскую поговорку. Поэтому все врачи знают, что особенно при лечении непонятной порой инфекционной патологии, а COVID-19 таковым и является, очень много нерешенных вопросов пока и по диагностике, и по лечению. Поэтому консультация с ведущими специалистами, с внештатными специалистами, она, естественно, необходима. Поэтому я хочу заметить и для телезрителей, и для специалистов, это консультации только для профессионалов. И, естественно, электронные заявки и звонки, это только для специалистов, которые занимаются профилактикой, диагностикой, лечением данной инфекции COVID-19. Центр круглосуточно работает, да? То есть на телефоне кто-то поставит? Да. На телефоне у нас волонтеры-студенты, которые готовы круглосуточно концентрировать эту информацию, они ориентируются в тех вопросах, которые задают. Естественно, они являются концентраторами и передатчиками, то есть диспетчерская служба. То есть они координаторы, как бы, да? Совершенно верно. В любом случае они отправляют, специалист принимает решение и затем уже отправляет ответ. Такой же ответ он не должен быть просто по телефону, это должен быть четкий ответ, напечатанный в электронном варианте, и который пересылается непосредственно заявителю. Потому что это тоже юридический документ, который можно приложить к истории болезни. И уже в случае возникновения вопросов, правильно ли лечили пациента, как осуществили лечение, уже можно сослаться на специалистов центра. Это доктора медицинских наук, кандидаты медицинских наук, наши ведущие врачи, профессионалы, которые знают, как необходимо поступать в той или иной ситуации. Конечно, у медиков всего мира есть масса нерешенных вопросов. Скорее так и необходимо отвечать. Масса нерешенных вопросов, потому что непонятно, грубо говоря, два месяца назад был один метод лечения, сейчас уже добавляются новые взгляды на течение заболевания меняются. Поэтому мы должны быть в тренде. Естественно, отслеживать. И у нас есть связи с нашими ведущими российскими вузами, которые охотно делятся информацией. Практически ежедневно поступает информация на кафедры. Очень широка сеть взаимодействия. И те договора, которые были заключены о сотрудничестве с российскими вузами, они сейчас пригодились как нельзя актуально. Это существует центр на базе, я так понимаю, в ЛГМУ, да? Да, на базе нашего государственного учреждения Луганской народной республики, Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки. У коллег, возможно, будут какие-то вопросы. У меня еще вопросы немножко по теме брифинга. Мы разговаривали с вами по поводу аттестации. Буквально 10 дней назад, недели две. Принято какое-то решение, как будут проходить студенты ЛГМУ государственную итоговую аттестацию? Или еще на стадии решения вопрос? Вчера проводили и дистанционное наше совещание проводил министр образования Сергей Александрович Цымкало и ректоры выступали. Мы докладывали о той работе по дистанционному образованию наших обучающихся и в медицинском колледже, и в высшем образовании. И, естественно, у всех один вопрос. Каким образом мы будем осуществлять государственные экзамены? И, естественно, ответ один. Если санитарно-эпидемиологическая ситуация нам позволит осуществлять в обычном режиме, не вопрос. Но и, естественно, ВУЗ готов к тому, чтобы осуществлять дистанционно. И сейчас уже в тестовом режиме нашими сотрудниками, наши проректора уже провели ряд приемов промежуточных модулей. И были симулированы часть, одни из разделов, да, государственного экзамена для того, чтобы посмотреть в тестовом режиме, как проходит. И я вам отвечу следующим образом, что абсолютно два с половиной часа наши студенты общались с профессорско-преподавательским составом, отвечали на вопросы, выполняли тесты, демонстрировали те возможности, которые они приобретали в течение нескольких лет. И, естественно, возникла масса вопросов. Это прежде всего, например, из, грубо говоря, 15 человек, которые участвовали в этом тестовом формате, два человека не могли подключиться, не было связи, их постоянно выбрасывало из чата. Ну, это не совсем чат, это в реальном, да, видеоконференция. И, естественно, потому что заострил внимание вчера тоже министр образования Сергей Александрович на том, что соцсети не могут быть образовательными платформами. И это так. Как вспомогательными. Конечно, это информация должна быть. Но именно образовательные платформы, они у нас есть. И есть видеочаты специальные для того, чтобы непосредственно вести диалог со студентом и оценивать ответ, и смотреть, чтобы не было никаких лишней информации, которую студент может извлечь во время подготовки к ответу. Это тоже есть специальные методы контроля. И, естественно, есть еще ряд вопросов. То есть, ВУЗ, если будет такова ситуация, ВУЗ готов к приему дистанционному. Но пока еще, естественно, это все не регламентировано еще. И мы занимаемся только приемом промежуточных модулей экзаменов. Но то, что говорим о государственных экзаменах, этот вопрос еще остается открытым. Но готовы. Естественно, мы готовимся. И ВУЗ, если необходимо будет, мы готовы осуществлять. Таким образом, да? Ну, а как? Специалисты, безусловно, нужны. И, поверьте, это же не просто все осуществить. Прежде всего, у нас есть понимание, что студенты на протяжении шести лет готовились к этому. Конечно. И они изучали те иные дисциплины. И будут дальше проходить следующие этапы образования. Например, о практических моментах. Это летняя производственная практика, которая в медицинском университете и в медицинском колледже проводится регулярно. И необходимо часть ее в течение года ребята проходили. Естественно, хотелось бы нам, чтобы это все было. Но, к сожалению, сейчас и период самоизоляции, и обращения главы к жителям республики. Естественно, мы все эти вещи должны соблюдать. А особенно самоизоляцию. И, естественно, если таковые вопросы будут и дальше, то ВУЗ будет только дистанционно принимать государственный экзамен. Не будем забывать, что медики, сдав выпускники соответствующий экзамен, они же потом пойдут дальше в интернатуру, в ординатуру. В этом году, да, мы анонсировали ординатуру. И, поверьте, никакая эпидемиологическая ситуация нам не помешает ввести ординатуру. Потому что это принцип подготовки врачей, это мировой принцип. И он будет соблюден. Тем не менее, врачи распределены уже на рабочие места. Естественно, Министерство здравоохранения этих специалистов не только распределило, но и ждет. Поэтому, в общем-то, работа огромная проделана еще до данного периода действия санитарно-эпидемиологической ситуации. Поэтому ВУЗ готов, и студенты готовы. И самое главное, вы не представляете, сколько обращений студентов они готовы сейчас и помогать в больницах, и осуществлять медицинскую помощь. Но многие документы нам регламентируют пока проводить именно дистанционное обучение. Да, не секрет, что многие работают медицинскими сестрами. Те, которым позволяет уже и образование, и опыт. Они оказывают сейчас большую посильную помощь. Те, кто не может в больницах оказывать помощь, идут в волонтерские отряды. И тоже оказывают, мы говорили уже и на телевидении, и по радио о том, что студенты активно, студенты Луганского государственного медицинского университета ведут и имеют активную жизненную позицию. Поэтому я благодарен. На самом деле, наверное, в такие времена таких эпидемий и чрезвычайных ситуаций медики, будущее тем более, получают, наверное, неизъяснимую такую практику, которая им пригодится и в будущем. Это огромная практика, безусловно. Спасибо. Спасибо. Будьте здоровы. Всего доброго.